всем здравствуйте вы на канале деревенские посиделки с вами ирина не забудьте подписаться на наш канал чтобы получать вовремя оповещения всех свежих видео и сегодня мое видео посвящается тому как пикировать раннеспелые томаты я специально взяла два сорта совершенно разные по высоте чтобы вам показать как они себя ведут в рассаде значит вот это вот сорт номер один видите вот эти большущие огромные растения которые стали прям тянуться и вот этот еще они меня вот так вот посажены зигзагом это сорт санька томат вот такой вот он ультра скороспелый вот описание кому интересно почитайте растение будет всего лишь высотой 40 сантиметров но поскольку он очень раннеспелый то посмотрите что происходит с растениями он тянется он вырастает у него очень быстрый срок созревания всего растений естественное созревание плодов тоже будет сорт срок то есть ранний поэтому сейчас мы его будем в первую очередь пикировать вот у него уже посмотрите у меня появились два настоящих листочка вот на этих больших растениях вот значит там где остались еще только по одному листочку я их пока оставлю до расти чуть-чуть а вот те растения которые самые шустрые их обязательно нужно пикировать и сейчас вам покажу как заглубить вот такие томатики которые стали тянуться хотя стоят они у меня под подсветкой целый день с 8 утра до 10 вечера тем не менее они тянутся потому что но это очень ранний сорт вот растение уже стало видите расти в полную меру поэтому ему необходимо менять уже емкость вот я наполнила вот такие вот стаканчики это примерно 200 миллилитров здесь жидкости входит но примерно столько же почвы до наполнила вот такие стаканчики грунтом я его пролила хорошо пролила вот эту вот к значит коробочку тоже я пролила грунт влажный чтобы ком оставался на корне значит растения сенса так вот с этой стороны не так у меня к лампе стояли вот у меня видите первый сорт помечено это вот второй сорт значит второй сорт я буду сажать это томат изобильный он двухметровый он тоже как бы скороспелый написано вот посмотрите но не скоро спел и он раннеспелый и он двухметровый вот растения посмотрите намного спокойнее себя ведут стоят все в одинаковых условиях в той же самой как говорится емкости сами видите да под той же самой подсветкой но поскольку растение высокорослое и не ультра скороспелое просто раннеспелое да то она еще посмотрите вот как развивается неторопливо вот вот это растение в принципе вот те которые уже имеют настоящие листочки тоже уже можно пикировать а вот те которые только выскочили их конечно трогать пока не буду их еще рано пикировать вот что дает нам пикировка в некоторых просто не понимает смысла может быть вот я хочу объяснить для для новичков особенно значит пикировка пикировка в условиях ранние короткого теплого сезона например так как у нас мы живем на 370 километров на северо-восток от москвы пикировка в условиях раннего теплого периода сезона дает ускорено созревание томатов даже вот таких вот ультра скороспелых как санька намного раньше будут созревать у вас плоды но и у всех остальных принципе все томатики в этом году подобрала раннеспелые либо ультра скороспелые потому что у нас но не возревает хочется поесть светки прямо красных в нашем климате северо-восток европейской части россии к сожалению очень рано начинается вот эти вот ночные холода и томаты начинает болеть и не вызревать значит теперь смотрите как мы будем с вами делать пикировку это конечно же видео для тех кто занимается этим впервые быть может быть те кто уже все знает могут переключиться на другой канал на другое видео вот такой вот ложечкой я делаю достаточно глубокую ямку воронку такую до в средине стаканчика потому что мы сейчас заглублять с вами томатик будем вот но не слишком глубоко чтобы корешки все-таки имели упор в грунт грунт достаточно рыхлый неплохой этот грунт у меня перцы в нем хорошо растут вот вот смотрите у меня весь палец большой да на полную почти длину туда ушел вот для чего это нужно вы сейчас поймете для того чтобы значит по самой семидольной листочки кто не знает семидольная это вот самые первые листочки вот они без разрезиков да вот такие вот целые вот по самой семидольной листочки мы сейчас эти томатики с вами будем заглублять чтобы они дальше поменьше росли помедленнее тянулись вот смотрите как хорошо отделился ком вот прямо с этим самым землей корешки чуть-чуть конечно землю сейчас я уберу потому что нам нужно добраться до корешка чтобы его пикирнуть что такое пикирнуть это значит конец вот этот вот видите стержневой сейчас корешок мы найдем вот он вот мы его так отщипываем часть корня мы отщипываем теперь вот туда вот как можно глубже как можно дальше но по самой не получится но практически до самых вот видите листочков вот можно было еще конечно поглубже но что-то но стал у меня там нагибаться я перепугалась и засуну можно было конечно еще поглубже сейчас на следующем растении мы попробуем с вами поглубже а потом просто подсыплю сюда грунта здесь есть запас в емкости и чтобы он корешки боковые пустил чтоб не так сильно тянулся вот когда томат вот так вот мы с вами заглубляем значит настежно вот этом на стебле начинает образовываться дополнительно корни растение тратить на эту силу дополнительную энергию и не начинает так быстро расти вот для чего нужна в принципе пикировка заглубление вот такой особенно для ультра скороспелых томатов вот иначе не у нас с вами вытянутся до такой степени что уже рассада будет непригодна к использованию вот а поскольку у нас в марте еще кругом лежит снег в теплицах сейчас вот вчера минус 10 ночью было хотя днем плюс 2 плюс 3 в теплице днем нагревается ночью мороз сильный поэтому конечно же никаких высадках теплицы сейчас речи и не идет поэтому нам их нужно с вами продержать как можно дольше вот тут я поглубже ямку сделать все растения но очень высокие так берем следующее растение так аккуратненько сейчас его нужно так чтобы соседней не задеть потому что я их буду оставлять у них там еще листочков настоящих нет так вот подцепили мы сразу два на 2 мы тоже сейчас будем пикировать поэтому ничего страшного то не ложатся так сейчас мы его подцепим обязательно стержень вот этого корешка вот смотрите вот корешки у него пошли он какие длинные видите вот этот кончик корешка вот я обрываю вот так вот усекаетесь как бы вот хоп усекла вот и пока томат опять снова да что ж такого падает пока томат снова будет набирать там себе новые корешки наращивать пока это у него пройдет столько времени растение на это время как бы рост свой останавливает вот опять ведь и не получилось потому что огромный рост вообще у них во весь стакан уже до самого дна у меня было это самое отверстие я так думаю что придется подсыпать сейчас еще грунта подсыплю ничего страшного то есть смотрите если вот так получится до самого верха грунтом подсыпайте до самых семидольных иначе они опять у вас вытянутся то есть длины стаканчика даже не хватило видите вот такое огромное растение получается так сейчас попробуем здесь поглубже сделаем как бы я глубоко не делала все равно получается не до самых вот тут просто все до дна уже я сделала воронку сейчас посмотрим может быть здесь получится до 7 день семидольных заглубить вот этот ком с корнями то который он застревает и до конца не проходит если на него давить получается что мы все корни оборвем растение сразу вас погибнет и все так но там уже все корни оборвались я поэтому сама обрывать не буду сейчас попробуем глубже 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 вот получилось максимально глубоко практически по самой видите 7 дольки ну потом подсыплю сейчас в те стаканчики просто сейчас грунта подсыплю все ничего страшного когда у вас вот есть запас всегда делаете с запасом то есть чтобы тут у стеночки были еще не до конца засыпаны землей и тогда можно просто грунта добавить и все вот этот очень хорошо получился смотрите прям под самые семидольки вот красота вот он долго будет набирать себе корневую систему наращивать и не так сильно вытянется еще раз повторяю это мы с вами пикировали томат санька он очень ультра скороспел и видите какими темпами растения начинают тянуться вот поэтому мы таким образом вот их заглубляем значит но в принципе остальные томатики тот который у нас называется с вами изобильный суть будет вся та же самая единственно что там растение не так высоко вытянулись потому что они не ультра скороспел и вот посмотрите как они выглядят да вот сравнение с санькой вот они наверное сантиметра полтора ниже но все равно у них уже пошли настоящие листочки я сейчас их тоже буду пикировать также точности буду проделывать лунку как можно глубже максимально глубже вот в эти сейчас просто буду подсыпать земли даже вот смотрите я вам покажу как это делается вот из этого стаканчика мы берем в этот потом подцепим и вот так вот раскладываем вокруг корня ой вокруг этого стержня центрального вот сейчас будем раскладывать до той поры пока у нас грунт не дойдет до семидольных листиков чтобы корешки образовывались от стебля и тогда ваше растение как еще раз я повторяю будет себя очень хорошо чувствовать не будет вытягиваться но естественно подсветка это не обсуждается подсветка должна быть обязательно подсветка это понятно у меня лампы значит специально фитолампы спектр у меня есть видео на канале можете посмотреть там показывая все лампы значит люра мерлин они вместе с этажерочкой продаются ну к этажерочки подходит такая тоже ка специально тоже три яруса на ней вот смотрите до самых семидолик я практически дата с